всем привет здравствуйте сегодня посмотрите какая за нами золотая осень решили прогуляться возле реки которая у нас течет посередине клайпиды и поговорим на очень актуальную тему про хейтеров и комментаторов вот такие дома построили у нас а начали все строить вот с этих двух девяти и даже вот они были первые потом разрастались разрастались и такой получился целый квартал у них у всех 25 по ним еще 25 только отличаются буквы а б ц д е вот сколько домов столько букв у некоторых даже смотрю на первом этаже есть видеонаблюдение и вот когда-то мы с тобой показывали балкончики и я тебе говорила что есть такие балконы что можно просто вот ногу перекинуть и зайти но люди которые живут на первом этаже они здесь сделали такой забор там у них какой-то участок видимо им принадлежит шашлык и поставить как ты говорил стул и посидеть на балконе они вот могут посидеть с таким прекрасным видом представляете вот река с этой горки дети катаются зимой если снег бывает ох они тут устраивают и посмотри еще цветет клевер хотя уже вторая середина октября а клевер то еще цветет потому что видно очень солнечная сторона и говорят что уже по реке этот автобус который у нас водный был его отменили невыгодно не рентабельно не окупается ну так еще больше цену сделали и вообще бы могли не запускать его а сейчас я слышала что хотят сделать очень такой проект вильнюсе в клайпиде не окупился так теперь попробует вильнюсе тоже построят набережные причалы сделают накупят этих водных автобусов там не окупится за два года и тоже закроет потом будут делать в каунасе комментаторы это конечно же отдельная тема вы знаете бывают такие видео они очень душевные очень такие хорошие про природу про животных каких-то но их почему-то не смотрят людям подавай какой-то хайп где можно друг на друга поругаться видеоблогера оскорбить автора вот тогда люди смотрят есть видео про журавлей прекрасное видео даже не на маленькая маленькая шорт снято в формате вертикальном очень классно летели журавли мы сняли не набрала даже тысячи тысячи просмотров а видео я его называю вирусное где я снимала в отеле что была плохая еда там около миллиона просмотров больше уже наверно трех тысяч комментариев и в основном все эти комментарии про меня какая я плохая а мне нравится про журавлей у тебя там притянуло так красиво у них крылья прям блестят серебром вот вы понимаете там в этом видео вирусном в основном говорят про меня и одна женщина написала вот что вы снимаете надо снимать природу показывать красивую там еще что-то какие-то достопримечательности снимали мы шорт и про природу турецкую тоже там около минуты никто не смотрит 800 всего лишь просмотров а вот где можно оскорбить кого-то то да люди написали что нет таких отелей трехзвездочных по системе все включено ну как нет мы же были не один раз в турции я была 5 раз первый раз я отдыхала в отеле 53 звезды по системе не все включено но ужин был шикарный у меня были завтраки и ужин и обедов не было шикарный был отель вообще 3 звезды там люди из-за границы иностранцы приезжали 11 раз 14 раз 15 раз если хороший отель люди туда едут но если мы показываем и они потом пишут так вы пришли уже когда все под шапочный разбор нет мы с самого начала всегда приходили специально чтобы вам снять и показать но людям понимаете доставляет удовольствие вот оскорбить допустим меня какая я кривая косая похудеешь вот почему так или это от их такого мировоззрения или у них настолько тяжелая жизнь и в основном это пишут женщины там что-то 80 процентов это женщины представляете матери которые рождают новые жизни еще есть видео где я плаваю тоже в турции я не знаю почему-то в этом году видео шорты где со мной людям не понравились я плаваю типа сидя только два человека написала одна женщина писала что очень хорошо укрепляет мышцы живота и спины и одна женщина написала что это из акваэробики действительно это упражнение с акваэробики люди которые ходят в бассейн подтягивают мышцы спины именно оттуда я знаю это упражнение и я плаваю как будто сидя опять пишут да какая ты страшная да научись плавать потом едь в этот я даже вот подготовилась плавать красиво не умеет эстетика хромает да какая вам разница как я плыву как хочу так и плыву хоть пузом побери по дну плыву ваша поза в воде не для съемок а для чего я просто сижу как будто вот на велосипеде я поражаю что люди пишут они наверное свою желчь выливают в комментариях но вы знаете я не расстраиваюсь потому что они пишут видео смотрят отлично подписчиков прибавляется некоторые конечно там есть пару человек которые меня защищали и в том видео и в этом видео большое спасибо кто меня понимает кто меня защищает на самом деле люди прежде чем писать какой-то комментарий вы подумайте все что вы пишете в мой адрес бабка прабабка меня сюда внук привез но в турцию даже не муж внук любовник да какая вам разница кто меня привелась или я сама приехала сходим посмотрим написали или нет что уже водный автобус не ходят типа не ждите его не будет золотая осень не совсем золотая деревья все таки вот еще больше зеленых чем желтых и красных но это радует значит будет зима позднее начнется допустим поздно или как всегда начнется резко быстро ну и что все с 1 октября водный автобус не ездит посмотрим запустят его весной или нет следующем году сделают всем но да если это городской маршрут то почему бы не сделать к городе евро 50 большая 5 метров 5 метров а как красиво камыш умеет это мусорка для собак она может из дома принести свой мусор и здесь вы выкинуть смотри крот поработал кстати здесь около реки бывает очень много по весне вот таких вот кучек это работает крот и смотри маленькую маленькую елочку специально обнесли потому что здесь косят не здесь косят чтобы не скосил трактор зайцы это зимой а здесь еще очень любят орудовать эти бобры вот сейчас посмотрите какая красивая картинка за мной желтое дерево слева река для вас она справа если просто идти и показывать вот природу то вам это будет неинтересно а так один идет видеоряд разговор идет совсем другой еще мне писали для тебя это нормально такая еда ребята почему вы решаете что для меня нормально а что нет такое ощущение что комментаторы знают меня лично и знают все мои вот возможности чего я хочу у каждого же желания разные если вы довольствуетесь тем когда приезжаете на отдых что у вас вот такая еда такого качества самое главное что там эта еда во втором отеле она была кислая не свежая некачественной если для вас это норма почему вы всех равняете по себе для меня это не норма если человек заплатил деньги не важно какие вы пишете вот заплатила 5 копеек а что ты хочешь откуда вы знаете сколько я заплатила и то что я заплатила это не 5 копеек далеко не 5 копеек поэтому не надо всех равнять по себе люди пишут а что вы хотели от трех звезд ну конечно же от трех звезд не стоит ожидать что будет такое же разнообразие как в отелях пятизвездочных но хотя бы в обед арбуз который стоит 7 лир можно положить мы не сравниваем с литвой у нас есть трехзвездочные отели вот мы приезжаем в друскиненко и останавливаемся всегда в одном и том же отеле там три звезды но там шикарный шикарный завтрак мы не сравниваем с литвой вот именно что мы сравниваем турецкие отели между собой мы в основном всегда останавливаемся в трех звездочных отелях в турции но были и в четырех звездочных отелях поэтому очень очень отличается питание в трех звездочных отелях разных городах мармарис мне показалось что там хорошо разве разрекламированное место а и до хромает в этот наш приезд мы неделю провели в турунче отель три звезды и потом вторую неделю уже в мармарисе тоже отель три звезды вы знаете очень сильно отличалась еда в первом отеле тоже было не очень разнообразное питание но арбуз был всегда и всегда была очень свежая и качественная еда если вы кормите людей почему вы позволяете себе но я имею ввиду отели подавать кислую еду людям а с той стороны покажи он желтый а уже начал желтеть иногда нам пишут что мы не знаем литовского языка но если мы видео говорим по-русски почему вы решили что мы не знаем литовского языка мы здесь родились прожили всю жизнь закончили школы какие-то учебные заведения по несколько даже обучение последние наши были на литовском языке если мы в видео говорим по-русски это не значит что мы не знаем литовского языка а почему вы не снимаете на литовском снимайте на литовском покажите литовские города мы снимаем на том языке на каком мы хотим в литве не запрещено пока что говорить на русском языке и излагать свои мысли на русском языке когда будет запрещено на русском языке говорить тогда возможно мы перейдем на литовский язык а как вы думаете когда мы идем на работу идем в какие-то госучреждения на каком мы языке говорим на каком языке мы пишем было два комментатора которым я ответила позвоните мне мы с вами поговорим на литовском языке так женщина одна даже стёрла комментарий свой ну что я и начала отвечать на литовском языке и она поняла что она не попала она сама удалила свой комментарий еще одна женщина мне в личку начала выговаривать в фейсбуке представляете фейсбуке и тоже пишет про то что мы не говорим по-литовски думаю ну хорошо давай я тебе позвоню там же есть мессенджер я могу с тобой поговорить она не подняла трубку люди когда их припираешь к стенке они тогда немножко боятся и остывают был один такой комментатор ему очень много лет он вначале писал нормальный комментарий он написал что ему 86 лет он сначала писал но потом с ним что-то случилось и он резко переобулся стали мы для него конечно же сразу плохие он писал что да конечно вы умеете красиво говорить вы красивая женщина но адольф гитлер тоже был хороший оратор я не понимаю я не понимаю почему люди переходят на личности вот мы снимаем улицы дома города почему вы не комментируете по факту вот допустим напишите что-нибудь про это дерево напишите что-нибудь про эту дорогу напишите что-нибудь про этот дом почему вы позволяете себе переходить на личности и указывает нам как жить что одевать как говорить конечно же этого мужчину я заблочила потому что это было невозможно уже терпеть весь вот этот словесный его это кошмар какой-то он писал писал и писал его невозможно было остановить олеся все знаете олеся с булкой с собакой она написала когда-то я знаю лично олю с виктором они замечательные люди так он на лесу накинулся понимаете если вам 86 лет и вам не с кем поговорить то но заведите друга подругу детей своих напрягите вот если вы что-то если вы хотите что-то высказать вы выскажите своим родным почему вы высказываете посторонним людям или если вы хоть хейтер и хотите нас по хейтить вы придите и сразу скажите я хочу в бан все я вас сразу вылечу еще знаете раньше как только мы начали вести канал конечно же хотелось людьми со всеми по хорошему договориться объяснить что-то людям но я поняла вот за эти пять лет что это невозможно сделать люди все равно они вот все что у них в голове и они вот это старается в комментариях у нас выплеснуть у меня только один вопрос к тем людям которые пишут почему вы не говорите на литовском языке я вас понимаю знаете почему вы хотите чтобы мы снимали вам города на литовском языке потому что на литовском языке никто не ездит и не снимает литву вот так как мы это делаем сами без чьей-то поддержки нас никто не спонсирует никакие банки никакие там организации мы сами по доброй воле ездим снимаем города а вам не нравится вы хотите чтобы мы это делали на литовском так почему литовцы говорящие по-литовски этого не делают и сразу хочу сказать не пишите название других каналов я за это отправляю в бан это некорректно некрасиво упоминать у нас на канале другие каналы был один комментатор который начал мне приводить в пример канал из литвы говорящий тоже на русском языке там ля-ля-ля три рубля я грани надо писать мне другие каналы и он обиделся а почему я не могу написать другой канал почему я не могу а потому что заведите свой канал всем кому что-то не нравится что мы делаем не так заведите свой канал взяли камеру в руки и пошли и можете рекламировать другие каналы снимать так в бок вправо влево одевать очки такие все что вы хотите и я вам даже слова не скажу ребята это мой канал даже был такой комментатор который предлагал нам дружбу оказывается говорит я хотел с вами это было очень давно это было месяца 4 может и 5 назад он начал тоже рекламировать какой-то другой канал я ему написал у нас на канале не надо рекламировать другие каналы и он там такую тираду мне выдал да что вы себе позволяете да это же не ваша личная платформа но youtube мне предоставил эту возможность я открыла канал я соглашаюсь требованием которые предоставляет мне youtube правила очень часто меняются нельзя говорить про это нельзя говорить про то и так как я хозяин этого канала я тоже устанавливаю свои правила почему я должна терпеть когда вы пишете про другие каналы и представляете этот мужчина там был мужчина потом пишет я даже хотел вам предложить дружбу но вы вам не нравится то что я пишу про другие каналы какие еще другие каналы вообще других каналов не знаю но те каналы которые мы сами рекламируем это мы рекламируем мы себе допустим позволяем если какие-то есть друзья дружеские каналы которые иногда нам дают какие-то кадры я могу упомянуть его но это я сама решаю а вы когда решаете что вы пишете там вася попкин он снимает лучше или там петя федоров снимает еще круче чем вы с дроном летает не надо у меня это писать понимаете и этот мужчина который предлагал нам типа дружбу как он написал потом я хочу у вас спросить мы еще с вами дружить не стали а уже какие-то непонимания недопонимания а что будет если мы с вами будем дружить и что вы обидитесь если я вам скажу что-то против знаете как бывает если люди дружат ну там или семьями или не семьями если люди дружат у них же разное мнение и ты от друга принимаешь и критику и все а я вам сказала что не надо писать у меня название других каналов и вы обиделись как так может быть мы еще не дружим а вы уже обиделись хочешь поговорку про друзей до таких друзей за одно место и в музей это я уже слышала ну вот дорогие друзья посмотрите какая красивая природа вода камыш деревья если я буду снимать такие видео то вы не будете смотреть понимаете а когда начинается разборка еще один очень очень актуальный вопрос так все-таки они торты или торты боже как людей это зацепило это кошмар это все видео из турции да какие торты они торты люди вы мне пишите что я неправильно говорю а вы пишете неправильно люди даже не замечают у них наверно пена изо рта они не успевают заметить свои ошибки и они мне пишут а сами делают грамматические ошибки как так бывает так вы хотя бы проверьте может вы не знаете если вы написали какую-то ошибку свой комментарий можно исправить с ли справа около вашего комментария есть три точки нажимаете на эти три точки и там можно изменить удалить так вот сделайте изменить и измените свой комментарий чтобы не было грамматических ошибок вот это дерево очень красивая желтая и потом эти листья они резко все упадут будет стоять ствол а все листики будут лежать внизу а рядом еще могут быть совсем другие деревья зеленые вот он почему-то быстрее всех я помню мы раньше гуляли здесь как только даст первый мороз они сразу все упадут конечно же у нас в литве не только природа замечательная но и красивые дома особенно вот это новое строительство она очень отличается от того что строили в те года это огромный дом здесь наверное живет несколько семей чисто у нас очень тоже в комментариях люди пишут вот все это из турции ребята вылезла да отвезите ее в свой мухосранск отвезите ее там в речку в озеро в болото пусть она там купаться и там квакает ребята но это но это смешно вы когда пишите комментарии какой мухосранск какая речка вы хотя бы прочитайте описание канала что мы живем в литве у нас нет мухосранска это у вас там есть если мухосранске то вы в них и живите в том вирусном видео людям не понравилось что я сказала же пожрать нечего жрать нечего пожрать нечего но согласитесь что многие в разговорной речи так говорят также как эти вот быстро супы их никто так не называет быстро суп все говорят бомж пакет или бич пакет это в итоге то же самое что бомж пакет что бич пакет это тоже самое но почему-то людей так задело что я сказала пожрать но обратите внимание на себя да в тот момент я конечно была очень злая потому что мы пришли на обед суп они берут из тут ну пишут в комментариях есть суп он из чечевицы он был на мясном бульоне я стараюсь не есть но обед час всего обед час пишет вы пришли под шапочный разбор нет мы пришли в начале и он всего час потому что там нечего есть что-то мы взяли кислое что-то взяли кислое получилось что три дня подряд я ходила на обед и ела картошку фри там была семья с ребенком детей накормить там вообще огромная проблема в этом отеле они ходили каждый день макдональд и покупали этой девочки там наборы эти детские там куриные крылышки та же картошка фри и девочка всегда сидела и ела вот эти пакеты из макдональда как вам пришел сам шеф-повар хотел покушать с утра на завтрак подходит к чаю а чай залили вот вы завариваете чай горячей водой я вот дома горячей заливаю там залили холодной водой и ждут пока вот этот у них там такая как квадратная плита пока пар пойдет и нагреется чайник вылил чай заварка холодной воде естественно не заварилась походил походил но он знаешь что все кислое одно потрогал другое потрогал ничего не берет взял в конце молока налил кусочек хлеба и пошел кушать сам шеф-повар но понимаете когда со стороны конечно же вы там все умны а еще был классный комментарий классный в кавычках одна женщина решила научить меня уму разума и пишет вы так реагируете на комментарии а вы поймите что люди в основном пенсионеры смотрят эти видео у них пенсия маленькая 15-30 тысяч всего лишь живут одни они ну типа не богата а вы тут всем недовольны что вам пожирать не дали надо снять вот вот она и писала снимите природу и погоду и покажите как в турции красиво так я и ответила люди которые живут на 15-30 тысяч пенсия пенсионеры 15-30 это 150 или 300 евро они не будут сидеть в интернете у них априору априори не может быть интернета у них даже нет интернета в доме у них нет компьютера у них нет планшета у них нет телефона который вот может транслировать интернет у них будет кнопочный телефон у бабочки у бабушки в лучшем случае будет кнопочный телефон и бабушка или там женщина на пенсии не будет смотреть про турцию а А они же пишут комментарии, там вот больше двух с половиной тысяч комментариев, они пишут, все такие знатоки, и такое ощущение, что они ездят в Турцию три раза в год и всегда-всегда только в пятизвёздочные отели. Так как-то, да, не укладывается ваш комментарий, если смотрят люди, у которых пенсия 15-30 тысяч, зачем им это Турция? А какая у нас пенсия в Литве? Я думаю, если люди получают 15 тысяч, у них в голове не про Турцию, а у них в голове, как выжить, какая пенсия у нас в Литве? Насколько я знаю, что сейчас самая маленькая пенсия, если есть стаж, она 443 евро, самая маленькая. Но это зависит от зарплаты, какую вы там получали, вот самая маленькая. А у людей, у которых нет стажа, эта пенсия будет ниже, ну я думаю, в районе 300 евро. Про меня написали, я Оле не отвечаю, я такой у себя в моём телеграмме, написали, ну у тебя и плавки. Эти плавки, это последняя модель, я в Аудимосе покупал две штуки, очень классные плавки. Ну да, это литовский магазин, очень хорошее качество, дорогие вещи там. А вы в каких плавках купаете? Если человек старшего возраста, что он не может одеть плавки, обязательно надо ходить в шортах. Я всю жизнь таких купался, я же плаванием занимался, потом современным пятиборьем, у нас только такие плавки были. Знаете, что самое интересное, мужчины, которые приходят на пляж в шортах, они потом их подкручивают. Ну допустим, у некоторых чуть выше колена, у некоторых до середины вот ноги доходят. И они потом их закручивают, закручивают и всё равно из своих шорт делают плавки. Знаете, какие я плавки видел в Таиланде? Вот такие плавки, вот такие подтяжечки и здесь вот такие рюпики. Вот это срамота вообще, чистая срамота. Да, и никто этому парню ничего не говорил. Я сейчас снимаю в телеграм-канале, там тоже так интересно. Кушали морожку, думаю, выставили проморожку. Выставил в Турцию, там турки так интересно морожкой пытаются тебя ударить. И Олю выставил, помните у Жванецкого, хорошую женщину, надо выставить на мороз. А потом вот это вот, всё вот это делать. И выставил Олю такую, вся в снегу. И человек пишет, зачем вы нас поставили куда-то там, в общем, непонятное положение. Все думали, что уже снег выпал. Я же не написал, что снег выпал. Просто вот такую фотографию Олину туда вставил. Так что люди тоже могут не понять. Но самое интересное, что у тебя там в телеграм-канале... Телеграм. Виктор... Там я пишу лично, отвечаю на вопросы. Вот эти фотографии, видео, это всё моё. Я сначала грузил такие мощные на 4К, но понял, что не у всех телефон тянет. Сейчас буду таки покороче делать. Сейчас вы внизу видите название Виктора Телеграм-канала. Почему он выставляет такие фотографии, которые вот я в снегу 4 года назад это снято? Потому что он снимает на мой старый телефон, он залез в базу мою, в этот, как оно называется... Ну, в общем, в альбомы мои залез, и там находит что-то интересненькое, и иногда вам выставляет. Вот эта фотография, я в снегу, это снято где-то 4 года назад. Так что обязательно подписывайтесь на Виктора Телеграм-канал. Комментарии пишите. Пишите ему комментарии. Лайки ставьте. Он так ждёт от вас комментариев, он так прям расстраивается, когда кто-то не напишет. У меня 3 человека ушло, это ужас какой-то, я всю ночь не спал. Подписываемся. А сегодня была прогулка. Да. Красота. Приятность полезна. Природа и то, что мы любим. Отвечаем на вопросы. Так что, ребята, всем большое спасибо. Кто пишет, очень прошу, не переходите на личности. Пишите по существу. Не надо обсуждать нас, не надо обсуждать нашу жизнь. Мы такие же люди, как и вы. Просто снимаем для вас видео. Если кому-то что-то не нравится, есть кнопочка «Отписаться» или просто «САМОУДАЛИТЬСЯ». На этом будем заканчивать. До скорых встреч. До свидания. Пока-пока.